Так, друзья, всем привет. У меня уже, видите, такой Новый год, Christmas time, по сути, и уже готовлюсь-готовлюсь к тому, чтобы провести эти праздники, выходные, наполниться энергией, пообщаться с родственниками, с друзьями и так далее. Так что надеюсь, что вы тоже уже потихонечку готовитесь к Новому году, к тому, чтобы отмечать праздники и чтобы отдохнуть в первую очередь, потому что вот я, честно говоря, очень устала за последние полгода, что тут было прям очень много работы, и я прям жду, и у меня впервые, мне кажется, за долгое время какое-то новогоднее настроение. Я прям очень хочу, чтобы был Новый год, чтобы провести это время с семьей, пообщаться, попраздновать, в общем, насладиться этими днями и потом уже снова приняться за работу и работать в удовольствие свое, конечно же, ну и также развиваться. Сегодня мы с вами обсудим тему интересную, на мой взгляд, и я вообще люблю все, что связано с саморазвитием, профессиональным развитием, развитием в целом, да, себя и своих компетенций, и мы как раз поговорим про CPD, да, то есть про профессиональное развитие учителя, какие экзамены можно сдавать, какие обучения, какие существуют обучения, нужны ли вам эти обучения, и также помимо обучения еще всяким обсудим, да, конференции, может быть, какие-то бесплатные тоже конференции, обучения, которые можно проходить, чтобы вы могли развиваться. Ну и в том числе, конечно же, обсудим мы то, что не все нужно далеко проходить, да, и нужно уметь правильно выбрать то, что для вас нужно именно сейчас. Поделюсь своим, в том числе, опытом, как я выбираю для себя курсы для прохождения, может быть, вам это поможет в своем выборе. Ну и в конце расскажу вам о том, как прошел мой 23-й год, какие я остальные для себя выводы, в общем-то, почерпнула из этого года, и что планирую на следующий год. Так что вот такой у нас сегодня будет эфир. Немножко в праздничной атмосфере, скажем так, и без всяких конкретных, да, там, лайфхаков и так далее. Сегодня мы просто поговорим с вами о том, как можно развиваться, как, чему обучаться, и, может быть, этот эфир в том числе, да, вы послушаете про разные экзамены, про разные профессиональные развития, то, куда можно стремиться, и для себя решите поставить какие-то, да, New Year's Resolutions на 24-й год, что я хочу вот обучаться вот этому. Может быть, я хочу для себя какую-то новую сферу открыть, какие-то обучения пройти, либо что-то запустить, да, там, развивать блог и так далее. То есть, в общем-то, мне кажется, что вот эфиры и видео, я в том числе тоже смотрю там у других блогеров, когда говорят о том, что у них было за прошедший год, да, и что можно сделать, чему обучаться. Это всегда мотивирует на то, чтобы сформировать какой... что можно... сформировать такие идеи, что можно для себя сделать, подчеркнуть и как провести следующий год, немножко его распланировать. Я уже в целом, вот вчера я села, так немножко прописала свои основные цели, тоже могу поделиться тем, как я это делаю, и я разбиваю на определенные категории. Естественно, далеко не все цели я выполняю, но я и не ставлю себе какие-то прям, знаете, там, что вот это 100% должна быть выполненная цель, потому что я прекрасно понимаю, что в процессе нашей жизни все может меняться, как есть внешние определенные обстоятельства, так и внутренние, что со временем можно понимать, что вот я стремлюсь к этому, а в итоге в процессе понимаю, что мне это и не нужно, что мне нужно что-то другое. Поэтому для меня это цели такие, обозначения, что я могла бы, что мне интересно на данный момент, но не вижу ничего плохого в том, чтобы поменять в процессе. Итак, ну, давайте с вами приступим к тому, чтобы обсудить профессиональное развитие. Что касается профессионального развития учителя, я этим вопросом, на самом деле, очень много занималась и занималась всю свою практику, потому что мне это всегда интересно. Я посещала множество конференций, выступала потом в дальнейшем сама на конференциях, об этом тоже чуть поговорим позже. Обучалась, искала обучение, изучала различные какие-то есть курсы, сдавала экзамены. Это мы тоже сегодня проговорим. И в целом в одном из эфиров, где я говорила про уровень языка у учителя, я там упоминала, что для учителя есть два основных направления, которые нам нужно развивать. Это методическое направление и наше языковое направление. То есть мы должны работать над тем, чтобы лучше преподавать, чтобы наша методическая часть становилась с каждым разом все увереннее. Не стоит думать, что это вот я прошел один курс и все, я буду супер-мега преподавателем. Нет, даже пройдя там какие-то максимально крутые курсы, да, типа там Селты и так далее, все равно все приходит с опытом только. И также нам нужно развивать наши языковые компетенции. Об этом тоже есть отдельный прямой эфир, вы можете посмотреть, где я говорю, почему важно для учителя иметь высокий уровень английского языка и как это влияет в целом и на заработок, да, и на нашу уверенность в себе и так далее. Мне кажется, что это очень важный пункт, и там я даю сравнение, в том числе с докторами и прочим, сейчас не буду об этом говорить. Но в целом давайте сначала приступим к тому, чтобы обсудить методическое развитие. И что у нас вообще есть. Если брать прям такие курсы, которые, когда курсы и экзамены, которые общепризнанные, и вы можете работать где угодно с этими сертификатами, вот о них мы и поговорим сегодня. То есть то, что у нас от Кембриджа, то, где, да, какие сертификаты, какие экзамены вам позволят работать, по сути, в любой стране мира и в целом подтвердит ваш опыт работы. Но, естественно, нужно, опять-таки, не бежать, сломя голову, что, ой, вот этот сертификат не позволяет то-то, то-то, я бегу, его сдаю. Возможно, вам нужно сначала понять для себя, нужно ли вам реально этот экзамен, нужно ли вам действительно задавать, какие ваши основные цели. То есть это мы немножко тоже обсудим. Так, поехали, да, про методическое развитие. У нас есть набор, ряд экзаменов и обучений от Кембриджа, которые, в общем-то, могут нам простроить все наше развитие в качестве учителя, от начинающего учителя до методиста, до академического директора, по сути. То есть это то, как вы можете расти. И если вы будете сдавать потихонечку эти экзамены, там, с некими нюансами, естественно, то можете, в принципе, дорасти до академического директора и так далее. Но в целом не то, чтобы эти экзамены, эти сертификаты, это вот единственное, что может дать вам возможность стать методистом, либо академическим директором, естественно, нет. Это все дополнительные бонусы, скажем так, да. То есть если вы хотите иметь именно подтверждение своей профессии и так далее, то если вам, вы такие, знаете, есть люди, которые любят копить сертификаты. Вот я тоже, в принципе, из тех людей, кто любит копить сертификаты. Я прохожу много обучений, и мне нравится, да, мне нравится, когда у меня много сертификатов. Пусть я их нигде там не вывешиваю, но это как-то греет мою душу и в том числе помогает бороться с синдромом самозванца. Начнем от самого простого. Самые простые, да, и для самых начинающих учителей, если вы только начинаете прям, и даже если у вас нет опыта вообще, вы можете уже сдавать экзамены. Это экзамен TKT, Teacher Knowledge Test. Они существуют нескольких видов. Есть три основные, там TKT-1, TKT-2, TKT-3. Первый, там, в принципе, про уроки, да, про формирование уроков. Второй, сейчас я вспомню, я их сдавала тоже в свое время. Там, да, получается, первое – это теория преподавания, второе – это планирование уроков, а третье – это по организации учебной деятельности. TKT можно сдавать, если у вас уровень английского уже, там, B1, да, даже с таким невысоким уровнем английского вы можете это делать, и если у вас даже нет никакого опыта преподавания, нет диплома преподавания, ничего нет. То есть вот вы просто решили сменить деятельность, то есть у вас уровень английского выше среднего, да, выше B1, вы можете сдавать TKT. Этот экзамен, по сути, такая теоретическая база. Он помогает, на мой взгляд, скомпоновать знания, которые есть, и я не уверена, что нужно сдавать этот экзамен прямо вот, когда вы совсем нулевой человек, да, то есть вам будет немножко тяжеловато, потому что у вас не было практики, и, скорее всего, у вас займет определенное время подготовка к этому экзамену. Я сдавала экзамены TKT уже после нескольких лет работы учителем, да, когда я уже преподавала некоторое время, и поэтому для меня подготовка была очень легкой. То есть буквально я неделю готовилась к TKT, ко всем трем сертификатам, да, ко всем 1, и 2, и 3 разным сертификатам, потому что я уже преподавала, и мне было все достаточно понятно, и мне кажется, что это достаточно хороший вариант для того, чтобы просто свои знания несколько, знаете, скомпоновать и понять, что ты знаешь вообще. То есть у меня были такие разрозненные знания, я что-то там проходила, миллион всего обучений, конференции, вебинары и прочее, много-много-много всего, но TKT мне помог вот сформировать вот эту базу, что, о, я вот знаю, что там прям по глоссариуму, в общем-то, да, вот что-то типа активности какие есть, там то-то, то-то. То есть это больше экзамен на методическую часть, но без практики. То есть сдав TKT, вы не научитесь преподавать. Вы можете знать в теории, как называются тейные задания, какие есть этапы урока. Это все в теории, и учитывая, что тест там multiple choice, то есть там можно что-то соединить, выбрать правильный ответ один из, он достаточно простой, где-то можно угадать, поэтому, естественно, он не обучает тому, чтобы вы научились преподавать. Это, опять-таки, чтобы больше организовать свои знания. Поэтому здесь у меня вопрос, насколько стоит сдавать TKT, если вы вообще нулевой преподаватель, то есть у вас нет никаких знаний, у вас не будет картинки, как это происходит. На мой взгляд, лучше хотя бы готов поработать с учителем, у вас сформируются определенные знания методики, может быть, пройти еще какие-то другие курсы, вебинары, конференции и так далее. Ну, в общем, всячески погрузиться в эту тему. И потом уже сдать TKT для того, чтобы скомпоновать эти знания и понять, что, опа, я вот это вот все теперь знаю, у меня есть как бы все по полочкам. То есть если до этого были разрозненные знания, TKT нам помогает все по полочкам разложить. Но, опять-таки, это чисто такая методика больше основана на глоссарии. Как я готовилась, там у них есть определенный глоссарий к TKT. Выучиваешь этот глоссарий, в принципе, все, этого практически достаточно. Плюс там очень много common sense, да, то есть понимаешь, что, ну, как бы, да, так устроено в мире, поэтому других ответов там просто не может быть. Там и так все понятно. Поэтому экзамен достаточно простой, если вы хотя бы уже чуть-чуть преподавали. Если вы не преподавали, то нужно будет, наверное, подготовиться хотя бы месяц, мне кажется, потому что все-таки есть нюансы, да, с точки зрения методической лексики, которой вам нужно будет подготовиться. И, как я уже сказала, есть TKT 1, 2, 3, да, три разных модуля. Плюс еще отдельно есть TKT по Young Learners. Он подготовка у нас включена, кстати, в Teaching and Easy стандартный, да, пакет, стандартный поток курса. Вы получаете этот курс, вы можете там дополнительно пройти подготовку и сдать. Да, естественно, это не сама сдача, вам нужно будет ехать, сдавать в центр. В России сейчас, насколько я знаю, сдать невозможно, нужно ехать в центр куда-то, в Армению, в Казахстан, например, а в России это сделать нельзя. Но в том числе, опять-таки, этот сертификат покажет, если вы остаетесь работать в России, лингвистическим центром и так далее, что у вас есть какие-то базовые знания, да, то есть максимально базовые. Он не показывает, что вы умеете преподавать. Опять-таки, это не практический экзамен. Это чисто теоретические знания, что я знаю, как называется то-то-то-то-то из серии. Но не более того, никак он не научит вас преподавать. Еще раз повторюсь, нужно ли сдавать? Да, мне кажется, что нужно. Просто даже для копилки сертификатов и для организации тех знаний, которые есть. У меня никто никогда не спрашивал этот сертификат, но я не могу сказать, что я где-то прям работала, да, у меня не было большого опыта работы на кого-то, потому что я достаточно рано открыла свою студию. У меня спрашивали только другие сертификаты, об этом я поговорю, для работы за границей. Но в России у меня спрашивают только диплом об образовании. Наверное, если бы у меня были еще какие-то дополнительные сертификаты, я могла бы их предоставить, но вот, допустим, когда я сама смотрю, да, принимая кого-то на работу, я, конечно, смотрю, какие есть сертификаты, но я знаю, что это не гарантия того, что человек умеет преподавать. Поэтому для меня показатель – это именно демо-занятие, которое приведет человек. Если он умеет импровизировать, он умеет проводить занятия, да, он молодец. Даже если без всяких сертификатов, честно. Иногда сертификаты ни о чем не говорят. Поэтому, да, здорово иметь сертификаты, но они не гарантия того, что вы научитесь преподавать, и не гарантия того, что у вас возьмут на работу, например. То есть здесь очень многое зависит и от вашей личности, того, как вы себя презентуете, и от того, как вы проводите демо-урок, как вы общаетесь. То есть очень много таких нюансов. Но, опять-таки, для того, чтобы иметь копилку сертификатов, why not? То есть неплохо организовать все свои знания, которые есть по преподаванию. Причем как модули по планированию уроков, по организации учебного процесса, так и есть для young learners, да, и еще CLIL. Но CLIL я не сдавала, и я не знаю, кому он особенно, кому он нужен, честно говоря. Наверное, есть, да, учителя, которые работают именно, может быть, в детских садах, например, да, в билингвальных лингвистических детских садах. Там у них долго очень на CLIL все основано, поэтому полезно будет сдать такой экзамен. У меня такого опыта непосредственно не было, поэтому я не видела необходимости его сдавать. Хотя, может быть, для копилки, опять-таки, сертификатов можно было бы сдать, если есть время и желание, чтобы этим позаниматься. Но это никак не повлияет на, там, уровень дохода или уровень моих знаний преподавания в целом. Так что самый базовый, получается, у нас сертификат, и самый базовый экзамен для начинающих, даже вообще ничего пока что неработающих учителей – это TKT. Сдавать его или не сдавать, вы уже принимаете решение сами, но он дает какую-то методическую основу, но не прям методические знания, да, он дает именно понимание, там, глоссария, понимание методических терминов и какую-то базу небольшую. Так что здесь уже смотрите сами. Так, дальше. Это у нас, если самое-самое, как бы, начало, самое начало – это TKT. Что можно брать после TKT? Если мы, опять-таки, двигаемся по Кембриджу, то у нас после TKT идет сразу же селта. Наверняка многие слышали о селте. А, что еще забыл сказать про TKT? Этот экзамен достаточно дешевый. То есть, ну, раньше, по крайней мере, можно было сдать в России, я сдавала в Москве, он там стоил, типа, 3 тысячи рублей. То есть, достаточно дешево стоит по отношению с другими курсами, экзаменами. Сейчас, естественно, если вы хотите сдавать, то дополнительные расходы уйдут у вас, если вы из России, да, уйдут на то, чтобы поехать в страну, где сдавать. Казахстан, например, Армения, Турция. Но это можно объединить, например, с отпуском, да, или просто посетить какую-то новую страну. Почему нет? Тоже такой вариант возможен. Итак, после TKT, если вы уже, у вас какие-то есть базовые знания, вы можете сдавать селту. Но селта, и здесь есть нюансы. В принципе, селта изначально нацелена на тех, кто является профессиональным учителем. То есть, у вас должен быть диплом об образовании именно учителя. И также английский уровня C1, если я не ошибаюсь. B2, возможно, они рассматривают, но в целом, по-моему, у них в критериях стоит C1. То есть, уровень advanced нужен для селта. Они также рассматривают, в принципе, тех, кто не обладает именно дипломом, да, преподавания. Если у вас есть опыт работы преподавателями, если вы проработали, здесь нужно уточнять тоже в разных, мне кажется, центрах разные критерии, так, кто предоставляет обучение по селте, один или два года хотя бы работы должно быть, тогда вы можете все равно идти сдавать селту, даже если у вас нет образования учителя. То есть, в целом, это не такая большая проблема. Главное, высокий уровень знания английского языка и уже опыт преподавания, ну, либо диплом преподавателя. Селта, это считается, да, такой главный сертификат, диплом, который необходим учителю. Не то, чтобы не необходим, а, в принципе, да, он, даже не знаю, с чем это сравнить. Это такая нобелевская премия, ну, не нобелевская премия, но, в принципе, что-то такое классное очень, чем можно гордиться человеку, потому что это действительно тяжелое обучение, оно очень интенсивное, оно очень много вытягивает энергии, нужно много готовиться, прописывать досконально планы своих занятий, как никогда в жизни не будешь прописывать, но, тем не менее, это как бы дает определенный навык, что тоже здорово. Селта нацелена на работу со взрослыми. В целом, да, все курсы, про которые я буду сегодня говорить, это на работу со взрослыми, потому что работы с детьми ничего особенно нет, об этом мы отдельно поговорим. Но селт направлено на работу со взрослыми по коммуникативной методике. Это достаточно дорогой курс, он стоит, сейчас уже не могу сказать, но, мне кажется, порядки тысячи фунтов. Вы можете проходить его онлайн либо офлайн, да, то есть, соответственно, нужно будет еще включать сюда расходы на то, чтобы доехать до страны, проживать там порядка двух месяцев, да, на обучение, и это будут дополнительные расходы. Но можно проходить и онлайн, но все равно он будет стоить порядка 100 тысяч рублей, если мы переводим на рубли или даже больше. Сейчас я уже не могу сказать, надо посмотреть еще по курсу, да, там в основном предлагаются по курсу разные варианты. Можно что-то разное найти. И чем хорош этот курс и обучение? Тем, что помимо методики самой, да, то есть, помимо теории, у вас также включена практика, то есть, вы будете записывать свои уроки, вы будете получать фидбэк от тьютера, а также вы сможете посмотреть все занятия других учителей. Но, опять-таки, это все связано именно со взрослыми. И вы не сдаёте как таковой экзамен, у вас оценивается ваша работа в целом, да, то есть, вы там сдаёте свои занятия, сдаёте письменные задания и так далее, то есть, ваша работа потихонечку оценивается, и потом вы уже получаете определенный грейд, там, A, B и так далее, PAS, PAS, A, PAS, B и так далее. И нужно ли сдавать Селту и обучаться Селте, здесь уже смотрите сами, да, то есть, опять-таки, если вы работаете с детьми, например, то в этом смысла никакого нет, потому что огромная разница есть между преподаванием детям и взрослым. Если вы работаете со взрослыми, то это очень хороший сертификат для того, чтобы получить базовые знания. То есть, опять-таки, является Селта больше обучением для начинающих. Если вы вот только закончите университет, вы преподаватель, да, и у вас, там, может быть, один-два года преподавания. Для тех, кто работает уже, там, 10 лет и так далее, есть такой экзамен, да, такое обучение, об этом сейчас мы чуть позже поговорим. Но в целом Селта для начинающего учителя очень здорово, мне кажется, в том числе, чтобы попробовать свои силы именно такого академического обучения с практикой, получить фидбэки на свои занятия и так далее. Так что здесь нужно просто для себя решить, насколько вам нужна Селта, да, именно в том формате, в котором она есть, потому что она стоит достаточно дорого, да, то есть 100 тысяч рублей. Можно купить несколько других небольших курсов обучений на эти деньги и получить, возможно, больше для себя, да, если вы работаете, там, с какими-то разными направлениями. Либо купить Селту, и у вас, да, реально крутой сертификат, который признается во всем мире, вы можете работать с Селтой по всему миру в целом, да, и он всегда котируется, и люди видят, что у вас есть Селта, практически без вопросов, можно сказать, будут готовы принять вас на работу, хотя тоже есть нюансы. То есть у меня тоже приходили на собеседование учителя. Опять-таки обучение, да, не может гарантировать нам какого-то успеха, потому что все-таки больше все зависит от самого человека, от того, какой он человек. Можно быть вообще суперклассным специалистом, но не очень приятным человеком. И в таком случае все равно вот лично я не возьму этого человека, да, не возьму специалиста, если он мне неприятен как человек именно, да, мне с ним будет некомфортно работать. Пусть там Селта, Делта, все что угодно, но если я не нахожу общего языка с этим человеком, я его не возьму, естественно, и сама не буду заниматься таким учителем. И у меня приходили учителя, которые задавали Селту, и так как у меня школа ориентирована на детей, они не могли провести детский урок. То есть еще раз одно подтверждение тому, что Селта не учит тому, как работать именно с детьми. Она учит работать как с взрослыми, но не как с детьми. Все равно дети – это совсем другая категория. Можно многое взять из Селта, в принципе, да, то есть там много чего перекликается, но много нюансов, которые совсем по-другому работают, чем со взрослыми. Это у нас Селта. Если готовы выложить порядка тысячи долларов, тысяч фунтов, то здорово, да, если у вас есть деньги, если вы готовы, допустим, обычная учителя, мне кажется, летом проходит этот курс, потому что он там длится порядка полутора-двух месяцев, и вам нужно реально вот целый день, целый день этому посвящать. Это прям полноценное обучение интенсивное. Есть, конечно, part-time, где вы по несколько часов, и у вас, соответственно, обучение будет удлиняться, да, из-за того, чтобы не полностью сфокусировано обучение, а по несколько часов в день. Не так много, как на full-time. Но, тем не менее, это достаточно интенсивное обучение, так что нужно выделить и деньги, и время на это. Если у вас это есть, здорово. Я бы рекомендовала пройти это обучение для того, чтобы иметь классный сертификат, и, опять-таки, если вы работаете со взрослыми. Если вы не работаете со взрослыми и не планируете работать со взрослыми, например, то, возможно, стоят эти деньги куда-то в другие курсы, в другие обучения инвестировать. Так. Дальше. Значит, у нас идет еще раз, да, так закрепим. TKT – самая база, да, самое начало, чисто методика. Не то, чтобы чисто методика, да, методические, методические глоссарии, я бы сказала, без практики. После этого мы можем сдавать SELTU, где у нас уже есть практика и методика, очень активный, полноценный курс, после которого вы получаете… Вы готовы преподавать им, да. Вы можете идти и преподавать, и вы будете преподавать правильно, да, по канонам Кембриджа. И после этого, если вы хотите дальше развиваться, можно еще сдать DELTU. Вот это уже то, что я говорила про Нобелевскую премию, вот это, наверное, DELTU все-таки. Потому что это вообще самый топ-топ. Я сама подумываю о том, чтобы сдать DELTU. Пока просто не понимаю, вот об этом тоже поговорим, насколько, как выбирать курсы. Пока не понимаю просто, для чего мне это нужно. Но, может быть, стоит. DELTU – это тоже обучение взрослых, во-первых, да. Это некое такое продолжение SELTU. Когда мы уже проработали учителем, там, порядка 10 лет, мне кажется, надо посмотреть точно. Я не помню точно, там есть какой-то стаж работы. Мне кажется, что там больше шести или что-то такое лет. И, конечно, они преимущественно берут тех, кто сдавал SELTU, но можно и пропустить SELTU и пойти сразу на DELTU. Если у вас большой опыт работы, вы можете это подтвердить. Если вы уже, например, работаете академическим директором или методистом, это уже, в принципе, для вас путь открыт к DELTU. Ну и, естественно, высокий уровень английского языка. То есть C1, потому что все обучение на английском языке, сложные методические термины, академический язык. Соответственно, вам нужно знать хорошо английский язык. Это международная квалификация. А вот я себе пометила, два года. А, СУЛИ же два года работаю. ДELTU два года работаю в итоге. Не так много. Но, тем не менее, то есть все равно можно будет доказать либо то, что вы уже профессиональный учитель, да, у вас есть SELTU, диплом, что-то в этом роде. То есть это для опытного учителя. После этого курса вы можете стать, после этого обучения даже, да, не курса, вы можете стать академическим директором. То есть если у вас цель идти академическим директором-методистом, то DELTA – это отличный способ самообучения и получения знаний о том, как работает в целом обучение. Стоит такой курс и обучение, опять-таки, в зависимости от курса, примерно 200, где-то 200 тысяч рублей, наверное, идет, да, то есть 2 тысячи фунтов, где-то вот так вот. И там он состоит из трех модулей, можно их проходить в разное время. То есть есть два модуля более дешевые, их можно пройти отдельно, и потом третий модуль, я вам второй, по-моему, который более полноценный и долгий, и вот он самый дорогой, как раз он большую часть вот этой суммы и себя выбирает. Так что можно, в принципе, растянуть обучение хоть на годы, но, естественно, это более эффективно, если проходить одно за другим, то есть не делать больших перерывов, чтобы накладывали знания одни на других. И пройдя DELTA, вы можете стать селто-тьютором, то есть вы, помимо того, что вы учитель, да, там, академический директор, вы можете также быть селто-тьютором, то есть обучать других учителей на селто, да, то есть вас возьмут на работу там различные тренинговые центры, где вы будете тьютором давать обратную связь и так далее. В принципе, тоже вот интересная идея. То есть я для себя думала о том, что я уже несколько лет думаю о том, что, может быть, мне стоит пойти учиться на DELTA. Я знаю, что это очень интенсивный курс, я очень много про него посмотрела, почитала и так далее, и общалась с теми, кто обучался DELTA. Да, если мне захочется стать, допустим, селто-тьютором, у меня тоже были такие мысли о том, чтобы стать, да, как это, тренером учителей именно внутри Кембриджа, да, то есть это тоже есть такая возможность на селто обучать, либо, в принципе, быть тренером учителей внутри Кембриджа, для этого нужно сдать DELTA. Почему нет, да, то есть, возможно, как дальнейшее профессиональное развитие, это может быть. Но нужно, естественно, оценивать, да, насколько это нужно, учитывая, что курс, опять-таки, не дешевый, и насколько это нужно именно сейчас или в будущем, то есть продумать свою карьерную вот эту дорожку в CPD. Итак, резюмируя, да, если мы говорим про Кембридж, то у нас идет TKT, несколько модулей, селто, а потом ДELTA. Вот они наши основные обучения. Помимо этого, есть другие курсы, то есть можно найти на сайте Кембриджа, в том числе, там, по-моему, это называется Train the Teachers, или что-то такое, короче, какие-то курсы вот именно, чтобы стать тренером учителей. Также есть вот курсы как раз стать тьютором, да, селто-тьютором и так далее. То есть есть еще дополнительные обучения, здесь нужно смотреть... А, есть еще курсы, чтобы стать экзаменатором. То есть если вы хотите быть экзаменатором на кембриджских экзаменах, да, там, например, CE, CP, FCE, где устно нужно экзаменовать людей, то тоже есть отдельные курсы, нужно получить сертификацию, и, соответственно, вы можете проводить и быть экзаменаторами на этих экзаменах. Это все есть на сайте Кембриджа, вы можете ознакомиться с информацией и для себя решить, может быть, вы хотите заниматься экзаменами больше, да. Но, опять-таки, повторюсь, что это все для обучения взрослых. То есть TKT, первые три модуля, селто-делто, это все для обучения взрослых. По обучению детей у нас есть только TKT Young NS, и в целом все. Там, опять-таки, небольшой глоссарий и много очень такого типа. Performance Sense дает просто методическую базу именно знания методической лексики, на учительской лексике. Так, дальше. Еще один курс, который, еще один, да, курс обучения, который я в том числе проходила, это TSO либо TEFL. Оно более дешевое, чем CELTA и DELTA, естественно, но более другое, чем TKT. И это не экзамен, это именно обучение, и вас оценивают тоже в процессе. То есть вы не сдаете в конце обучения экзамена, а в процессе вы сдаете различные там письменные работы, получаете за них какие-то оценки, да, и в итоге финальные оценки вам выставляют в сертификате. Для чего нужен этот сертификат, чтобы работать за границей? В первую очередь в Азии. В странах Азии везде нужен сертификат TSO либо TEFL. И в целом это одна из причин, почему я сдавала и шла обучаться, потому что я хотела работать в Китае. И я онлайн прошла курс TSO от Аризонского университета, причем у них были разные направления. Я их прошла, там, это было 2014 год или 2015 год. Там у них было три направления. То есть это TSO именно обучение взрослых. Был раньше TSO обучение детей, сейчас его уже, к сожалению, тоже нет. И что-то еще. Или два. В общем, мне кажется, там было два или три сертификата. В общем, похоже чем-то на CELTA с точки зрения того, что там дается информация, которая дается методическая, но нет практики. То есть нужно просто сдавать письменные работы, писать эссе, но практику, записывать свои уроки, никакого хидбэка вам не будет по урокам. И он для взрослых. Меня больше всего, кстати, удивляло то, что в Азии требуется везде TSO, TETFL, учитывая, что берут на работу в основном лингвистические центры, где нужно работать с детьми, а там в ТСОле ничего нету, в общем-то, для взрослых. Ой, для детей, да, ничего нет для детей. И все равно ты переучиваешься заново. И все равно там вот были в Китае тренинговые центры, которые обучали именно работать с детьми. То есть когда устраиваешься на работу, они обучали еще дополнительно, как проводить занятия по тому, как у них это проходит. Потому что TSO, ну да, есть какие-то основы методические. Естественно, это суперполезно, да, с точки зрения, опять-таки, организации своих методических знаний, в принципе, как работает изучение языка и много различных приемов, которые можно, в принципе, адаптировать и под детей, но не рассчитан этот экзамен, да, это обучение на детей, только на взрослых. Поэтому, если вы хотите работать за границей, если вы хотите работать в Азии, в Турции, в том числе котируется этот сертификат, то нужно сдавать TESOL, TESOL. В принципе, в течение месяца его можно пройти и ехать работать куда угодно, и с удовольствием вас возьмут на работу. Так что здесь уже смотрите. Что у нас получается, да? Это из того, что основное есть. То есть у нас есть кембриджские, опять-таки, сертификаты, TKT, CELTA, DELTA. DELTA – это самый топ-топ, если вы хотите работать академическим директором. Если вы начинающий учитель, то вы можете начать с TKT, сдать, чтобы показать, что у вас есть какие-то сертификаты на знания металлической базы. TESOL, TEPPOL в англоязычных странах, он не особо котируется. Там котируется именно CELTA. А вот в Азии, Турции и, в принципе, не англоязычных странах, да, Испания тоже, например, котируется именно этот диплом, и если вы хотите преподавать там, то вам нужно будет его сдавать. Без него просто, скорее всего, не возьмут на работу. Вот так вот. Это все взрослые, да? Что касается детей, то, к сожалению, с детьми здесь все проблематично. С детьми у нас нет каких-то отдельных обучений. В свое время был CELTA-P, то есть это, по сути, CELTA детская, и я ее проходила. То есть это прям был год, когда они запустили вот эту CELTA-P, и 9 месяцев шло обучение, я ее проходила как раз, и потом они закрылись. То есть, я не знаю, может быть, не было такого ажиотажа, то есть, может быть, финансово была непривлекательная программа для Кембриджа, да, то есть они тоже смотрят, насколько это релевантно или нет. В любом случае, они ее закрыли, и больше она не действует, к сожалению. Программа была неплохая, то есть там давалось много базовой информации, очень много было посвящено именно разнице языковой структуры, да, то есть все времена, вот все, что называется там, pronouns, adjectives, adverbs, в общем, части речи, то есть прям такое не чисто методика, да, еще дополнительно углубляемся в язык. Ну, и были всякие фишки преподавания детям отдельно, категории, да, тоже там почти и так далее, были какие-то отдельные примеры уроков. В общем-то, был неплохой курс для того, чтобы пройти, но, к сожалению, его закрыли. И на данный момент, по сути, больше я ничего не знаю, честно говоря, вот именно чтобы от Кембриджа было что-то по обучению детей. Насколько я знаю, самый полный курс сейчас у меня, по обучению детей. И я его еще сейчас дорабатываю, у меня планируют большие достаточно изменения в январе. Я копила эти изменения в течение полугода, куча информации дополнительной, я планирую это все добавить, вот на новом потоке, который будет 30 января, я уже буду добавлять потихонечку еще новые уроки, чтобы расширять этот курс и давать еще больше. Он сейчас уже самый полный, самый детальный из того, что я видела. Я проходила разные курсы учителей, в том числе, и смотрела разные там конференции, вебинары и так далее. Могу точно сказать, что он самый полный по преподаванию детям. И я его буду еще дополнять, больше добавлять уроков учителей, больше добавлять именно разработок, да, по тем иным направлениям. То есть не просто, допустим, мы обсуждаем чтение, как обучать детей, а будем более детально углубляться, что делать в тех или иных ситуациях и планируем добавить больше своих разработок, да, чтобы прям были готовые и планы уроки, готовые программы и прочее. То есть вот это моя сейчас цель. И одна из целей, я буду чуть позже говорить про свои цели на 24-й год, вот одна из целей у меня будет это прям довести до такого максимума этот курс, потому что я вижу в том числе, что все больше людей преподают взрослым, детям, извините, так, у меня тут пришел, пришел тут котик, пришел котик с вами поздороваться, такой хорошенький. На стол ему нельзя, поэтому он идет дальше вниз гулять. Да, у меня одна из целей как раз доработать курс еще лучше, еще больше и сделать его прям максимально детальным, чтобы он покрывал все основные нюансы по работе с детьми. Он сейчас уже покрывает, но я вижу, что нужно еще доработать его. И в целом, естественно, да, собирая фидбэк, я его анализирую. И спасибо всем тем, кто мне пишет фидбэк, я его прошу, и кто пишет реально детально, что хотят видеть еще на курсе, потому что вы даете мне много идей того, что еще добавить на курс, чтобы сделать его еще-еще. Понятно, не бывает идеальных курсов, да, и понятно, что невозможно добавить все абсолютно, но я стараюсь выбрать самые необходимые, я вижу частые вопросы и пытаюсь их адаптировать под курс, чтобы они были тоже охвачены. Также, мне кажется, одно из хороших нововведений, которые я внесла, это то, что у нас теперь общий чат. То есть до этого разные потоки, у нас было на разные потоки разные чаты. И сейчас с десятого потока я сделаю, что это общий чат. И туда добавляется 10, 11, и вот сейчас 12 поток, который будет в январе. И почему мне нравится это больше? Потому что чат стал более живой. То есть люди там больше общаются, дают больше вопросов, и опять-таки это дает мне больше пищи для размышления. То есть я вижу, с какими проблемами, с какими именно практическими проблемами сталкиваются учителя. И я понимаю, что нужно еще вот это, вот это, вот это вот там довнести, дообъяснить, дозаписать, дополнительно добавить и так далее. Так что чат мне тоже очень сильно помогает с тем, чтобы дальше улучшать свой продукт. Так что, что касается детей, то приходите ко мне на курс, потому что я другого курса, честно говоря, не знаю, и другого обучения, которое бы готовило им на преподавание детям. Хорошо. По курсам мы с вами обсудили, что еще можно делать. Сейчас, да, если вы преподаете неважно взрослым, детям, подросткам и так далее, очень важно, на мой взгляд, это находиться в сообществе. И один из вариантов того, как находиться в сообществе, помимо обучения, естественно, обучение, как я говорю, есть чаты, да, и можно там общаться с учителями. Также есть конференции, конференции, вебинары и прочее. И есть огромное количество конференций, как онлайн, так и можно ездить. И я сначала начинала с того, что я ездила на конференции, я ездила там на тренде конференции. Различные раньше проводили кембриджские конференции перед началом черного года, особенно очень полезные были по экзаменам для детей, я помню, посещала. Еще другие у SkyEng, да, именно SkyTeach, тоже много достаточно хороших конференций. Так что считаю это полезным и необходимым, в том числе для общения и вообще понимания, как устроена вся эта сфера. И много всего полезного именно практического можно взять с этих конференций. И после того, как я уже походила на конференции, я набрала такую... Такую, да, базу знаний за эти конференции. Очень много практических всяких советов, в том числе, вот особенно там в стренде, где очень много всего было, да, разные потоки и бизнес, и фриланс, и обучение там детей, взрослых и так далее. Короче, очень много всего. Я помню, что просто голова пухнет, и ты чуть ли не с ума сходишь этого количества информации, но потихонечку потом начинаешь применять в работе. И уже вот спустя время я накопила этот объем информации и тоже начала выступать на конференциях. И мне кажется, что это классный опыт. То есть если вы для себя видите в дальнейшем карьеру учителя еще и с личным брендом для выступления на конференциях, то я бы рекомендовала посещать конференции, чтобы увидеть, как там все устроено, и в дальнейшем выдавать свои заявки и там выступать по определенным темам. Может быть, вас тоже выберут, и велика такая вероятность, если у вас классная, интересная тема, и вы опытный уже учитель, который может что-то привнести. Ну, естественно, до этого, пока мы новички, мы набираемся, да. Очень много нужно аккумулировать знаний, которые потом только, возможно, из нас начнут выливаться. То есть это как, знаете, сравнить можно с детьми. Я постоянно говорю о том, что дети сначала, они аккумулируют знания, да. Именно поэтому у нас очень долгий такой silent period, когда дети ничего не говорят, они накапывают, накапывают, накапывают знания и потом могут выдать. То же самое в любой профессии. И у нас, как у учителей, тоже такое же происходит. Мы можем очень долго аккумулировать, проходить различное обучение, и лишь выльется это спустя время, не сразу. А может быть и сразу, то есть у всех по-разному. Это касается не только учительства, это касается любой сферы, да. То же самое, там, введение соцсетей. Я тоже, столько я всего прошла, если даже не представляете, разные курсы, миллион всего просто, сколько я прошла вебинаров, курсов и так далее, введение тех или иных соцсетей, огромное количество. И сначала ничего не получается. Ты просто аккумулируешь, ты снова проходишь, и, в принципе, на всех курсах, да, ну, приблизительно одно и то же, потому что, ну, новое колесо не изобретешь. В принципе, все работает одинаково примерно. И все дают примерно одинаковое знание. Но иногда нам нужно 10 раз или тысячу раз повторить, чтобы у нас реально это отложилось в голове, и чтобы мы реально дошли до какой-то мысли. И лишь со временем эти знания мы начинаем применять. Так что здесь уже такой вопрос, что когда мы начинающие, нам главное себя очень много посвятить, да, вот этой сфере. Обучаться, конференции, вебинары, все-все-все, все, что можно. Общение с преподавателями. И потихонечку это будет накапливаться, и потом уже со временем из вас выливаться, скажем так, да, в результаты ваших учеников, в результаты вашей работы и так далее. Это, естественно, не сразу происходит. Ни за один, ни за два месяца. И даже зачастую не за год. Поэтому нужно постоянно аккумулировать эти знания и работать на сфере. Что касается конференции, я, возможно, сделаю прямо отдельные посты, кстати, в... Так, я, возможно, сделаю старые посты, старые, я просто читаю, извините, комментарии. Я, возможно, сделаю посты по тому, какие есть конференции. Напишите, если вам это интересно, напишите под каким-нибудь постом, что хотите узнать про то, какие есть конференции. Я прямо вышлю ссылки, откуда я беру ту же информацию. Здесь просто поспел вопрос, а как-то можно старым курсом узнать новую информацию? Да, да, да. Я, естественно, что касается предыдущих потоков, если вы уже проходили у меня потоки, я, естественно, вам разошлю информацию. В части потоков у вас будет прям доступна информация, особенно последние потоки, потому что те потоки, которые были самые первые, и на них была совсем другая цена, естественно, они смогут присоединиться к обновлениям, доплатив. А если вы на последних потоках, там не нужно посмотреть на каких конкретно, я, естественно, везде во всех чатах сообщу о том, что вот такие-то обновления, у кого-то они уже будут в доступе, да, если вы на последних потоках, там, 10-й, 11-й, 100%, 9-й, возможно. Если вы были ранее, то я тоже пришлю информацию в чат, какая информация есть, да, и как можно присоединиться к тому, чтобы получить эту новую информацию. Так что не переживайте по этому поводу. Я всех старичков, да, которые со мной никогда не бросаю, и делюсь информацией, да, которые есть, в том числе различными вебинарами, да, и прочее. Так что пишите, не бойтесь, и знайте, что я вас не брошу в любом случае. Так, что касается конференций. Что касается конференций, есть огромное количество конференций онлайн, да, там, Макмиллан, Кембридж, Оксфорд проводят различные конференции по разным направлениям. Все у них есть на сайте. Думаю, что сделаю отдельный пост и прям вышлю досылочки, чтобы вы могли найти в каких можно вебинарах, конференциях взять участие. Есть также в России проходящие конференции и в Казахстане, например, вот в августе проходила Скаларио, мне кажется, компания в Алматы была конференция, на которую я приехала, и я благополучно заболела. Вот так вот прекрасно все получилось. Но они выслали запись, поэтому очень здорово. Но, тем не менее, моей целью было, конечно же, побывать там самостоятельно. У меня, к сожалению, не получилось, может быть, в следующем году. Так что можно поехать в Алматы. Сейчас в Казахстане много чего тоже интересного проходит. В целом, я вижу, что там они проводят разные мероприятия, туда приезжают уже приглашенные тренеры, учителья и прочее. Самая большая, наверное, конференция это тренди, как я говорила, насколько я знаю, уже прошла в этом году, поэтому в этом году уже не будет, а насколько будет в следующем году или нет, я не знаю. То есть я вот видела посты, что, возможно, это последняя конференция тренди. Точно будет в августе Ярконф, это тоже большая конференция учителей. Я пока, у меня вот, знаете, какая проблема, я перемещаюсь, планирую постоянно, и в этом году я очень мало посетила, я практически не посещала никаких конференций, просто потому, что я не знала, буду ли я в этом, смогу ли я быть в том или ином городе в тот момент, когда проходит конференция. И вот Ярконф будет 100%, вот, как всегда, в августе 24-го года. Я бы очень хотела посетить, может быть, даже выступить спикером, я выступала спикером в прошлом году на Ярконфе, может быть, я бы подала еще и в этом году, но я не знаю, буду ли я просто в России в августе, и проходит конференция в Ярославле, то есть, насколько у меня получится приехать. Здесь нужно прям все спланировать. Но вам рекомендую 100%, Ярославль очень классный город, я была там впервые, когда выступала спикером на Ярконф, мне он очень понравился, очень там душевно, красиво, вкусно кормят, очень вкусная еда, в кафешках, в ресторанчиках, прекрасная набережная, так что обязательно съездите и соедините, да, приятное с полезным, там огромная проходит конференция в два дня, различные потоки, тоже есть фриланс, бизнес, металлические дни, так что съездите, посмотрите и пообщайтесь с коллегами, очень рекомендую. Есть также англоязычные, да, конференции, естественно, ТСОЛ проходит конференции в Соединенных Штатах, у них есть гранты, вы можете подать на грант и выиграть этот грант и поехать туда бесплатно, вам оплатят все, перелеты, жилье, участие в конференции, есть еще и другие конференции, тоже я могу сделать отдельный пост, да, по поводу того, какие есть конференции за границей и на какие есть гранты отдельные, то есть вам нужно только оправдать, почему, да, написать мотивационное письмо, почему нужно грант именно вам выдать и, возможно, вы выиграете, насколько я знаю, что, да, многие достаточно выигрывают из России, так что можете тоже поучаствовать, выиграть и поехать либо в Соединенные Штаты, либо в Великую Британию на различные конференции, которые проходят. Вот, это то, что касается конференции, опять-таки, рекомендую проходить, рекомендую обучаться, дает очень много пищи для размышлений и много идей, да, в самых главных конференциях это вот общение, это зарядиться вот этой энергией, пообщаться с коллегами, а также реально очень много приходит идей в голову, когда ты приезжаешь на такие мероприятия. По поводу этого еще раз скажу чуть позже, по поводу своего 23-го года и общения с людьми и профессиональной комьюнити, потому что это тоже входит в такую зону, которую бы я хотела улучшить в следующем году. Методическая литература, да, то есть это еще один пункт. Помимо того, что у нас есть обучение, то, что я говорила ранее, ТКТ, Селта, Делта, Сол, ТЭПЛ обучение, конференции, вебинары, сделала отдельный пост по этому поводу, какие есть, где искать. Есть еще методическая литература. Это всегда, всегда очень тяжело. Вот у меня всегда очень тяжело идет методическая литература. Я ее читаю с большим, с большим стрессом, без удовольствия, честно. Мне почему-то всегда тяжело читать. Я человек, больше привыкший к видео. Мне легко посмотреть видео, сделали всегда записи. Но читать тяжеловато методическую литературу всегда. Скучновато, я бы сказала. Много классных пособий, 10 игры. Вот их интересно. То есть, подбираешь конкретно под свои задания, занятия и так далее. А что касается именно методики, то мне прям тяжело очень читать всегда. Не знаю почему. То есть, я прям иногда отключаюсь и потом вижу, я уже несколько страниц прочитала вообще бездумно. То есть, надо прям сидеть, подчеркивать, выписывать себе, формировать, то есть, прям инсайты такие себе выписывать, отдельный свой файлик, потому что это невозможно запомнить. И читать тяжело, реально тяжело. Поэтому те, кто проводит вебинары по определенным методическим пособиям, литературе, кто перерабатывает и делает их в таком видеоформате, в постах каких-то более простых, это вообще огромная работа, потому что реально тяжеловато. Я могу порекомендовать огромное количество книг, которые почитать, но, насколько я знаю, практически никто их не читает, потому что они идут тяжело. И читаются они вот реально во время обучений, это правда, то есть, когда, допустим, я проходила The Soul Temple, там нужно было читать и писать эссе по определенным параграфам, поэтому мне приходилось читать много методической литературы по этому поводу. Также при написании своих курсов, естественно, я читаю много методической литературы, потому что мне приходится перерабатывать что-то, да, и воплощать. Но вот так вот чисто, если до себя почитать, посижу-ка я вечером почитаю методическую литературу. Нет, это вряд ли. Скорее всего, я таким заниматься не буду. Может быть, у вас, да, все за это человека, то есть, я рассказываю свое личное мнение по этому поводу. Может быть, у вас легко идет, вам легко почитать методическую литературу. Мне тяжеловато, прям реально для меня это работа, то есть, посидеть, часов почитать, чтобы основные моменты для себя проанализировать, переработать и применить, как бы, да, на практику, перенести на практику, это вообще очень большая работа. То есть, прям энергии много забирает. Так, ну и есть у нас еще как варианты того, как обучаться, это бесплатные различные курсы. Есть Future Learn, есть Coursera, есть AdSense, AdSense. Там есть различные курсы, которые вы можете пройти. Я на Future Learn тоже в свое время проходила какие-то курсы по преподаванию, там было что-то по методике. Они в целом неплохие, да, то есть, опять-таки, для начинающих преподавателей, мне кажется, тоже неплохо. Как я уже сказала ранее, для начинающих очень важно аккумулировать много знаний, проходить все, что только можно по вашей сфере, естественно, учитывая ваше время, да, чтобы вы не заставляли себя, а у вас было реально желание, да, делать перерывы и так далее, но проходить много обучения, потому что на самом начальном этапе, чтобы быстрее вырастить персонал, естественно, нужно научиться. и пройдя один курс, естественно, этого не произойдет, нужно проходить много всего. Конференции, вебинары, бесплатные курсы, платные курсы, метод литературы и так далее, то есть, все-все-все, подписанные, да, там, на блогеров, просматривать видео в YouTube, тоже это своего рода методическая литература, только в визуальном формате, в видео формате. Так что можете посмотреть еще бесплатные курсы какие-то, да, пройти, тоже, естественно, это будет все полезно. Так, это то, что касается методического развития. Вот важные итоги, да, есть кембриджские экзамены, TKT, CELTA, DELTA, есть отдельно TESOL, TEPL, это все для взрослых, для детей курсы я советую свой, рекомендую пройти, Titchik, Make Easy, там все как раз детально про детей. Конференции, вебинары, бесплатные есть курсы, FutureLearn Coursera, методическая литература, если нужно, тоже напишу отдельные посты о том, какие можно книжки посчитать и прикреплю, может быть, какие-то книжечки. Второй момент, да, то, что у нас есть методическое развитие, есть еще языковое развитие. Язык, что сдавать? Здесь достаточно все понятно, не такой большой выбор, я бы сказала. У нас есть определенные этапы развития языка и есть определенные экзамены на каждый этап развития языка. Учитель, если мы уже уровни B2, мы сдаем FCE, это кембриджский экзамен, да, если у нас уровень C1, это CEE, и если уровень C2, это CPE. Вот они, по сути, три базовых экзамена, которые подтверждают ваш уровень английского языка. Есть бесплатный экзамен от English First, я, по-моему, его высылала в чат, в Телеграм-канале, может быть, ошибаюсь, может быть, я высылала в чат Телеграм-канале, если не помню. Ну, в общем, если не высылала, напишите мне в комментариях, я продублирую, да. Есть сайт English First, там можно сдать, ну, как сдать, да, пройти тест на 50 минут, чтобы оценить свой уровень английского языка. Естественно, это не, там, 100%, что у вас такой уровень, и в целом очень много нюансов, да, по поводу уровня языка, но, тем не менее, вы можете хотя бы оценить себя, насколько у вас вот сейчас развитый язык, и там будет рекомендация, какой вам экзамен лучше сдавать, да, то есть вы можете пройти этот тест и для себя решить, что вот я хочу подготовиться к такому-то экзамену. Я думаю, что сдача экзаменов в целом это хорошая идея, да, сдача экзаменов на знание языка это хорошая идея, потому что, когда мы просто учим язык, мы не, не challenge ourselves, да, скажем так, а экзамен это именно challenge, потому что одно дело знать на уровне определенном язык, но формат экзамена это всегда немножко другой вопрос, да, то есть здесь можно знать английский на уровне, допустим, C2, но не быть готовым к формату и все равно не сдать на определенный уровень. Я думаю, что кембриджский экзамен хорошая идея для учителя и сама в свое время сдавала CP, хочу его пересдать, возможно, это будет в 24-м году, я запишусь опять-таки на курс CP, потому что чувствую, что немножко падает уровень языка, потому что нет такой вот сильной практики, а просто занятия, да, вести или там участвовать в разговорных клубах это немножко не то. именно работа на уровне языка, такая детальная, прям академическая, это вот эти кембриджские экзамены, CP особенно, где прям нужно очень-очень-очень плотно заниматься своим языком и много получать language exposure. Хотя у меня достаточно большая language exposure, я смотрю и фильмы, читаю книги преимущественно на английском языке, тем не менее, мне хватает именно такой академической работы на языке, как мне кажется. И если вы сдаете, да, экзамены вот FCE, CPE, по идее эти сертификаты бессрочные. Но, на мой взгляд, это не совсем верно, потому что, вот опять-таки, я сдала CPE в 2020 году, то есть уже вот пойдет четвертый год. Я чувствую, что, ну, сейчас бы я не сдала на тот балл, который я получила тогда. Ну, во-первых, понятно, что нужно готовиться, а во-вторых, все равно есть определенные скатывания в языке, если ты плотно не занимаешься. И я думаю, что, наверное, можно было бы поставить срок 2-3 года, может быть, 4 как раз года, но максимум 5 лет, да, и каждые там 4-5 лет сдавать экзамен, как вот мне кажется. Это как вот поддержание себя в тонусе. За этот период у вас не скатится язык, естественно, до бигинера, но может чуть-чуть, да, скатиться, если вы не будете плотно им заниматься или преподавать, ну и все равно, да, даже преподавание на высоких уровнях, как учителям мы не то чтобы очень много говорим, то есть если мы проводим занятие в группе, группы должны разговаривать, да, а учителя контролируют процесс, поэтому не так много возможностей именно говорить и развивать свой язык. Ну, есть, естественно, у нас экзамены IELTS TOEFL, но они больше для поступления в какой-то УБУЗ. Они действуют два года, у них есть определенный срок, именно два года, и через два года нужно пересдавать, иначе они не будут приниматься в университет, да, куда вы хотите поступить, например. Магистратура, бакалавриат, да, если хотите, европейская, американская и так далее, везде это понадобится сдать. IELTS TOEFL. Где-то принимают, в том числе, CEE, CPI, но все-таки более популярно, на мой взгляд, это IELTS либо TOEFL, и они более простые. Я сдавала IELTS в Казахстане в сентябре этого года, это было такое тоже у меня неожиданное мое решение, пока я была в Казахстане, я думаю, ну ладно, сдам IELTS, потому что домой ничего не сдавала, я готовилась буквально, ну прям, чтобы готовиться, где-то неделя, наверное, в общей сложности, я сдала на 8 баллов, да, 89, 8,0, это C1, причем я завалила райтинг именно, я так и не поняла, честно говоря, какие основные там нюансы, что они хотят, я там супер, мне кажется, сложно использовала лексику в райтинге, но это не совсем то, то есть именно то, как выполнил задание, я не очень поняла, я готовилась состоятельно, я не обращалась к таким курсам, написала чтение, аудирование на 8,5, то есть там у меня была одна или две ошибки, speaking, по-моему, на 8, и вот райтинг на 7,5, мне кажется, что-то в этом роде, вот, ну райтинг у меня всегда такой слабая моя самая сторона, и я не очень понимаю, как всегда, что хотят от меня в задании, я вроде отвечаю, но, видимо, не до конца понимаю, но в целом написала на 8 баллов, что неплохо, естественно, мой внутренний перефационист хочет 9, но это было такое рандомное решение, поэтому, думаю, ничего страшного, может быть, я вот пересдам CP, мне интересно предать CP. Так, это то, что касается у нас развития, в общем-то. Теперь, да, мы поговорили с вами про обучение и то, что много всего, в принципе, для учителей, и... А, спасибо, да, кто-то там написали сайты, курсы. Хорошо, спасибо большое. Поговорили с вами по поводу обучения, естественно, как я уже сказала, не нужно сломя голову бежать и сдавать хикити быстрее, селта, делта, все, я на все написываюсь. Когда мы выбираем обучение, есть, конечно, много нюансов, но для себя, особенно если у нас ограниченный бюджет, например, для себя нужно задать несколько вопросов. И главный вопрос здесь, для чего мне это обучение? Какой мой вопрос, какую мою проблему, может быть, решит этот курс? Что он мне даст? Если у вас есть именно вопрос, вы не знаете, как что-то решить, да, то непосредственно ищем курс под этот запрос. Как, там, не знаю, как снимать рилсы? Я не умею, допустим, снимать рилсы, да, я хочу этому научиться, я не понимаю. Я сначала пробую сама, понимаю, что ничего у меня не выходит, я там 20 часов один рилс монтирую, не понимаю, какие там программы использовать и так далее, в общем, ничего не умею, нахожу, соответственно, курсы, но я должна понимать, для чего я снимаю рилсы тогда, да, просто научиться снимать, допустим, рилсы, ну, непонятно зачем, да, вы должны понимать, для чего. Я хочу снимать рилсы, чтобы вести, допустим, экспертный блок, задело провод, я хочу снимать рилсы, для чего, да, я буду вести экспертный блок, там, допустим, по английскому языку, ну, либо вообще любую другую сферу, которой вы занимаетесь, чтобы привлекать новых клиентов, да, чтобы, там, продавать свои курсы, чтобы сделать то-то, 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 в итоге это все происходит к тому, что я хочу зарабатывать больше, по сути, это если, ну, есть определенная, да, категория курсов, которые нас приводят к определенному заработку, то-то, в любом случае, да, методические курсы, курсы, по набору, не знаю, очень неплохо, курсы, как снимать рилсы, курсы, как там что-то еще делать, снимать, в принципе, видео, это все приводит к тому, что мы же не просто так их снимаем, мы снимаем для определенной цели, нам нужно, в первую очередь, ответить себе на вопрос, для чего мне это нужно, да, я хочу повысить ценник на свои занятия, отлично, тогда мне нужно, ну, я там, допустим, работаю с такой-то категорией учеников, и мне, соответственно, нужен такой-то курс, я не понимаю, как работать с детьми, или я не понимаю, как работать со взрослыми, и если я пойму и буду проводить вот так-то вот уроки, классно, да, интересно, то я смогу повысить свой чек, и это в том числе помогает мне бороться с синдромом самозванца. Также, конечно же, это есть ряд курсов, которые именно рассчитаны на наше профессиональное развитие, да, есть еще ряд курсов, которые не связаны, допустим, с нашим профессиональным развитием, но они вызывают вас интерес, например, у меня это психология, хотя это частично может быть связано, с моей профессиональной деятельностью, потому что все-таки мы общаемся с людьми, и нужно понимать, как работает психология, да, там, детская, взрослая и так далее, но еще и нейро всякие штуки, нейролингвистика, и вообще работа мозга, то есть я вот, мне безумно интересно все, что связано с работой мозга, как наш мозг в организм устроен, и для меня, я знаю, что там, для меня не является основной, допустим, этой деятельностью, да, и я не рассматриваю этот курс как то, что мне даст толчок в карьере, но это мой интерес, и этот курс, допустим, да, если там про, я сейчас нашла, кстати, могу тоже скинуть, по-моему, там даже бесплатный какой-то курс, я нашла от Гарварда, у них есть небольшие бесплатные курсы по разным направлениям, и там есть как раз нейросайенс, да, то есть именно по работе мозга, я хотела на него записаться, в общем, посмотрю, я еще там до конца, сегодня только начала изучать информацию, но мне вот это все безумно интересно, и это лишь мой интерес, который мне дает энергию, то есть есть курсы, которые дают именно энергию, я его буду смотреть, я знаю, что мне не нужно по нему торопиться, я знаю, что мне не нужно по нему там делать домашний, например, мне не нужно как-то сразу воплощать в жизнь, для меня это просто сфера интереса, возможно, это повлияет на мою профессиональную деятельность, возможно, я как-то по-другому начну там в это преподавание свое вносить, в свои курсы и так далее, но я его не рассматриваю как непосредственно развитие профессиональное, поэтому здесь нужно в том числе разграничивать мое профессиональное развитие, и я сто процентов, допустим, выделяю такую-то сумму на свое профессиональное развитие, и мне оно нужно там для того-то, для того-то, для того-то. И есть просто курсы, которые вызывают у меня интерес, я хочу это знать, мне это интересно, и это помогает мне расширить мой кругозор, сделать меня более интересным человеком, а учитель на самом деле должен быть интересным человеком, особенно если вы работаете с подростками и со взрослыми, потому что даже вспоминая себя, мне всегда было интересно заниматься с учителями, с которыми можно поговорить на английском языке, не на тему учебника, либо даже если на тему учебника, но как-то расширяя тему, когда человек много знает, и много чем интересуется, с ним всегда интереснее общаться. Поэтому мне кажется, что это тоже здорово, либо читать книжки, но опять-таки я читаю тоже книжки по мозговой работе, по работе мозга, но мне интересно еще послушать профессоров тоже, как это все реализуется на практике. А также бывают такие курсы, которые нужны нам чисто для комьюнити. Я тоже записывала снаряд курсов для того, чтобы попасть именно в сообщество определенных людей. Да, есть такие тоже направления. Я понимаю, что там, возможно, я не получу каких-то новых знаний по курсу, возможно, я уже прошла и прочитала все, что можно по этой сфере, но я хочу попасть именно в сообщество. И попадая на такие курсы, я там находилась и в подрядчиках по разным направлениям, да, внутри этих курсов, потому что я попадала в сообщество, попадала в коммуникацию, которая помогала мне развиваться в том или ином направлении. Поэтому здесь нет какого-то прям прям до прямого ответа, что нужно выбирать курсы именно так. Каждый выбирает для себя обучение самостоятельное, решает, что ему нужно. Но если мы говорим с точки зрения того, какие обучения для себя взять, то я бы, опять-таки, разделяла на профессиональное развитие, но понимая, да, что именно, в какой сфере вы планируете работать или уже работаете, в чем у вас сложности, и на основании этого делать выборы. И насколько, ну, и в том числе, естественно, с точки зрения финансовой, как я уже сказала до этого, да, есть Селта, который, или Делта, который там стоит 100-200 тысяч рублей, можно потратить на это, если вам нужен сертификат, да, и если вам нужно подтверждение, если вам нужно подтверждение, там, своей деятельности и так далее, естественно, это огромный, там, опыт и супер-супер полезно. Либо, если вы понимаете, что сейчас вам это не нужно, это не решает какой-то ваши проблемы, вы можете купить какие-то более дешевые, да, недорогие продукты, может быть, какие-то готовые продукты, программы, да, или какие-то другие обучения, не только связанные с преподаванием, а если вы, допустим, фрилансеры разбираете и развеете, может быть, что-то еще по этой сфере, может быть, это даст вам больше толчок, да, в вашем развитии, в заработке и так далее, нежели чем если вы пройдете Селту, и просто будете знать методику, да, и уметь преподавать, но не будете, допустим, уметь вести блог или еще какие-то там нужные другие компетенции для того, чтобы лучше разбираться в своей сфере или больше зарабатывать. То есть здесь, опять-таки, все исходит из ваших целей, да, для чего вам это нужно. Так. Вроде все такое, что я сказала. Да, теперь под конец немножко расскажу вам про свой год и про свои основные планы на следующий год. У меня тут какое-то сумасшествие происходит с котятами. С ума сходят и прыгают, бегают. 23-й год. 23-й год был намного лучше у меня, чем 22-й год. Я, в принципе, ему, как и любому другому году, благодарна за тот опыт, который я испытала в этом году. Но он был для меня кардинально меняющим мое сознание и отношение к работе. Одно из главных изменений в моей жизни, которое произошло в 23-м году, это то, что я пришла полностью онлайн. Я закрыла свой уплайн-школы. Я об этом не особо много распространялась, но в целом я планирую потом, может быть, записать отдельное видео по этому поводу, почему я решила закрыть уплайн-школы и перейти полностью в онлайн-формат. Но, да, такой спойлер, один из моментов, это то, что, во-первых, у меня было жесткое выгорание. Я не видела себя в том, чтобы дальше продолжать этим заниматься, заниматься развитием оффлайн-школ. Если раньше, когда у меня были две оффлайн-школы, я рассказывала в Инстаграме историю о том, что у меня появился инвестор, и мы планировали открыть 10 школ. Потом, обсудив все условия, я в итоге отказалась от этой истории, поняв, что это не то, чего я хочу. То есть вроде как бы внешне, и мне все говорят там, да-да-да, классно, супер, у тебя будет там сеть школ, это супер-классно. И вроде внешне это кажется классным, но я стараюсь учиться слушать себя и не вестись на общественные маркеры, что классно. Я понимаю, что классно, я смотрю людей, у которых там свои есть большие бизнесы, франшизы и так далее, это вызывает огромное уважение. И я знаю, насколько тяжело управлять всей этой историей, да, там, имея две школы, я знаю, насколько это тяжело, а имея там десятки школ, это вообще огромная просто история и очень большая работа. И я для себя поняла, что я этого не хочу. То есть я продумала, обмыслила все, что связано с расширением, и мое внутреннее чутье интуициями говорила нет. Нет, ты этого не хочешь, ты хочешь другого, ты по жизни человек свободный, а тебя это сковывает. То есть всегда история с инвесторами, естественно, сковывает, потому что нужно много нюансов, да, при работе с инвесторами. И я отказалась от истории, и потом я обдумывала, что если не развиваться дальше, да, не растить франшизу, то что дальше? Да, получается, вот у меня есть две школы, и, в принципе, да, они могут там дальше так и работать. Десять, двадцать лет и так далее. Я человек не очень постоянный, то есть у меня быстро, я теряю интерес к чему-либо достаточно быстро, и из-за этого я много переезжаю, да, то есть мне нужны новые впечатления. Очень часто и постоянно даже, я бы сказала. И я, представляя свое будущее, я понимала, что я не вижу себя просто владельцам двух школ, да, и, в принципе, они так и будут. Учитывая, что расширяться я не хочу, да, на тот момент, что я поняла, что я не хочу расширяться. Поэтому я пришла к мысли, ну, это как бы поверхностно, я сейчас говорю, естественно, у меня там было много других еще моментов, которые я обдумывала. Я пришла к мысли к тому, чтобы закрыть офлайн-проекты, и в том числе это было связано с тем, что я уже больше времени проводила в других странах, то есть мне тяжелее контролировать весь этот процесс. В общем, я пришла полностью онлайн, чему несказанно рада, и считаю, что это одно из моих главных решений вообще. Меня отговаривали, меня убеждали в том, что нужно оставить школы, что это мое там детище, что столько сил было в это вложено и так далее. Естественно, все это было очень эмоционально, тяжело, тяжело расставаться с чем-то, да, скажут, что как твой ребенок, по сути, то есть твой первый бизнес, который ты открываешь, и вспоминая там первые годы, как это работало, своя студия, сколько было вложено своей энергии, своих эмоций, подхода и так далее, это очень тяжело. Реально, я больше года пыталась прийти к этому решению, чтобы закрыть школы, но в итоге пришла к ним, и сейчас я очень рада, что я это сделала, и я чувствую себя намного свободнее, менее обремененной, и у меня больше свободного времени на реализацию, да, на создание чего-то. Я человек творческий, я люблю создавать, поэтому сейчас у меня больше времени на это. Когда были у класса школы, очень много, вот когда-то руководитель школы, организационных всяких моментов, вопросов, очень много времени уходит на вот эту структурность, отчетность и так далее, я не могла полностью свой потенциал творческий именно использовать, что мне не нравилось, естественно. Поэтому, да, одно из таких глобальных изменений, которое повлияло уже в этом году и будет влиять в дальнейшем на мою жизнь, это то, что я пришла полностью в мой формат. Сейчас по поводу офлайна ничего не думаю. Может быть, когда-то мне захочется снова что-то офлайн открыть, может быть, опять школу, может быть, что-то еще. У меня есть такой гештальт, что я хочу ужасную кофейню, но, зная, насколько это тяжелый бизнес, тоже пока не готова к этому. Хочу быть таким свободным человеком, не привязанным ни к чему. Сейчас у меня вот такое состояние, я думаю, что в 2024 году оно останется. Может быть, потом мне захочется больше остановиться в каком-то определенном месте, что-то там уже, да, строить в офлайн-формате, может быть. Как я уже сказала ранее, я мало достаточно коммуницировала в этом году с людьми и практически не была на конференциях. Это связано с моими переездами. И мне это не нравится, честно говоря, потому что я понимаю, что как будто я немножко выпадаю из этого профессионального комьюнити и мало общаюсь с коллегами по своему цеху, мало посещаю конференции и так далее. И в целом мало общаюсь вживую. Мне не хватает живого общения. Сейчас мое все общение, оно в основном онлайн-формате. Провожу тренинги, онлайн-формат. Провожу обучение, онлайн-формат. То есть все это через Zoom. Мне уже Zoom ночами, мне кажется, снится. Мне хотелось бы, конечно, больше общения живого. Хотелось бы больше выступать на конференциях. Одной из целей, кстати, на 23 год было выступить на международной конференции, которую я в итоге не реализовала. Я даже не подавала заявку, честно говоря, потому что, опять-таки, не могла ничего спланировать. Постоянно что-то было не так, то одно, то другое. В общем, я даже не подавала заявки. В этом году хотя бы попробую подать заявку. Если придут отказы, придут отказы. По крайней мере, я попробую. И можно пробовать хоть каждый год, но улучшать свою заявку. Естественно, с первого раза мало кто получает одобрение, потому что, скорее всего, непродуманная будет заявка. Нет понимания, для чего это нужно. Как и совсем, в общем-то. Но попробую, по крайней мере, планирую. Такую цель себе ставлю, чтобы подать заявки на международные конференции, чтобы выступить на конференциях, учительских, да, учительских международных конференций. Так. Также, что мне дал еще 23 год, это то, что, как я уже сказала, больше было онлайн-формата, то есть я пришла полностью в онлайн. И больше сделала фокус на свои онлайн-продукты, то есть я создала какие-то небольшие продукты, то есть стала больше реализовывать свой творческий потенциал, на который у меня не хватало сил, когда я работала с офлайн-школой. Сейчас у меня есть силы, но тоже иногда происходит погорание, естественно, поэтому я себе напланировала много всего. Честно говоря, у меня на 24-й год тоже стоит много идей курсов. Я вижу запросы, которые мне пишут люди, курсы по подросткам, курсы по взрослым. У меня уже формируются вот целые папочки с тем, что я бы хотела дать на этих курсах, но вот я планирую до сформировать эту картину в 24-м году и, возможно, запустить как раз курсы по подросткам, по взрослым, а также больше разработок создавать. В общем, я хочу уйти больше в творчество, создавать больше интересных продуктов, развиваться, естественно, обучаться. И у меня много, в том числе, идей к тому, куда самой пойти еще учиться, потому что учебы мне тоже не хватает, и мне даже хотелось бы пойти учиться, возможно, что-то офлайн. Но пока тоже не очень понимаю. То есть я хочу пройти какую-нибудь магистратуру, либо тот же самый Делту получить, но я бы хотела это сделать именно в офлайн-формате. Мне вот, опять-таки, не хватает немножко общения с людьми, мне хочется больше взаимодействовать, учитывая, что сейчас вот я живу с января, по сути, там были у меня переезды, но большую часть года я прожила в Турции и в небольшом городке. То есть мы выбрали такой городок, красивый, небольшой, но минус в том, что здесь нет никакого комьюнити. То есть если бы я жила, допустим, в Стамбуле, в Анталии, там много русскоязычных людей, с кем можно общаться, различные комьюнити. Даже когда я жила в Таиланде, там тоже были бизнес-завтраки всякие, то есть прям можно было найти интересных людей, с кем пообщаться. Здесь у нас не душит, мне не хватает ужасного общения, поэтому я прям жду момента, чтобы поехать чуть-чуть в какой-то более большой город и там, где будет много русскоязычных людей, с кем бы мне хотелось общаться по разным направлениям. Это и учительские, возможно, комьюнити, и комьюнити по бизнесу, то есть что-то вот в этом роде. Так, из достижений, сказала бы я так, что в 23-м году у меня был большой фокус на социальной сети, и я вижу результат. Не то чтобы у меня какие-то там миллионные просмотры, миллионные подписчики, у меня нет такой цели. И я прекрасно понимаю, что, да, моя публика, нас, учителя, все равно это достаточно узкая аудитория, учитывая, что по большей части я рассказываю про преподавание детям, это еще более узкая аудитория, чем, да, там, преподавание взрослым. Так что, учитывая этот нюанс, я понимаю, что его неплохие показатели. И сейчас у меня, по сути, самый большой канал на YouTube по преподаванию детям. И, в принципе, преподавание английского русскоязычный, да, естественно, английский есть более большие каналы, русскоязычный самый большой. Сегодня, по-моему, мы пробили 37 тысяч подписчиков на YouTube, хотя изначально у меня была цель на 23-й год 17 тысяч подписчиков набрать. И я рада, что мы в два раза, да, в два раза, в общем-то, эту цель пробили, да, в два раза увеличили подписчиков, нежели чем я себе планировала до конца 23-го года. Другие соцсети тоже потихонечку развиваются, и этот год был прямо очень сильно посвящен соцсетям, личному бренду, и я вижу результаты, планирую дальше над этим работать и заниматься, естественно, социальными сетями. Для меня это было вот открытие, когда я начала вести YouTube-канал, что YouTube – это прям что-то вообще очень классная платформа. я сама зависаю очень часто на YouTube и много чего смотрю. И рассказывать просто для себя я начала, и не ожидала, что это все выльется в то, во что сейчас вылилось, и что сейчас я веду для вас прямой эфир, только благодаря тому, что я когда-то решила завести YouTube-канал. Так что я буду дальше заниматься развитием YouTube и, в принципе, развитием видео, да, видеоконтента и прочего. У меня, что касается 24-го года, то, как я уже сказала, один из глобальных планов – это доработать течку изи, больше внести, записать больше уроков. Я думаю, что оно раза в два должен увеличиться по моим материалам, которые я уже подготовила для себя. И я планирую это сделать в январе. То есть в январе я буду проводить большую работу по тому, чтобы записать уроки и так далее. Опять-таки оповещу всех тех, кто у меня учился, о том, как, что и так далее. Дальше. Возможно, да, в течение года запишу несколько курсов, как я уже сказала, но, естественно, я буду сначала с вами разговаривать, да, с вас опрашивать, насколько вам интересно то или иное направление. Мне часто пишут люди, что хотели бы пройти курсы по преподаванию подросткам, по преподаванию взрослым именно полностью на английском языке, да, то есть как преподавать без русского языка и так далее. Я, естественно, буду сначала проводить у вас опросы, насколько вам что интересно и что вам нужно, и релевантно, и только после этого уже записывать. Но в любом случае у меня очень много уже скопилось в материале. Я делаю вот без декабря много такой ресерч работы, которые уже там на большие достаточно курсы. Это все займет, естественно, время. И посмотрим. В общем, в течение 24-го года планирую записать несколько новых курсов и также дополнительные разработки сделать. Как я уже сказала, хотела бы быть спикером на международной конференции. Насколько получится, не знаю, но посмотрим, постараюсь. Пройти обучение. У меня есть мысли по поводу магистратуры, по поводу Делта. Как я уже сказала тоже, пока не могу точно сказать, пока я себе это прям не планировала, но поставила в такой вышлист, я бы сказала, что мне интересно. Естественно, у меня есть также список того, вообще у меня уже давно большой список того, что я хочу пройти, какие обучения, и с точки зрения преподавателя, бизнес-обучения, как я уже сказала, работа мозга и так далее. То есть много, больше мне нравится очень много научных всяких материалов. Мне прям хочется уйти в науку, возможно, поэтому буду проходить какие-то еще такие обучения. Естественно, смотреть различные вебинары, тренинги и прочее, и в целом постараюсь поучаствовать побольше в конференциях, не только международных, может быть, все-таки подам заявки и на конференции, которые проходят в России, может быть, в том числе и Ярконф. Если получится стать спикером, то буду уже тогда планировать того, чтобы быть в России в это время, либо посмотрим, если не успею подать заявки, то, может быть, приеду как участник. И так что об этом тоже сообщу. Если кто-то из вас будет тоже ехать на конференцию в Ярославль в августе, то можем там увидеться. И еще я тут недавно размышляла, в целом у меня в декабре я тут писала, что у меня было выгорание. Во-первых, я много очень думала о том, что я очень много реально посвящаю времени преподаванию, изучению методическим основам и так далее. То есть я в этом поглощена, и в английский язык в частности тоже. И я поняла для себя, что мне нужно найти что-то еще, что нужно развить еще другие компетенции и, возможно, другие увлечения, потому что у меня вся жизнь построена просто вокруг преподавания и английского, прям полностью серьезно. И мне хочется еще расширить свою сферу и добавить какие-то увлечения, хобби и так далее. Помимо тех хобби, которые у меня есть, они больше связаны с домом. Я как-то говорила где-то, что я люблю картины разукрашивать, что-то в этом роде. Но мне хочется что-то еще более активное. Я уже давно думаю о том, что я хочу travel-блог, о том, чтобы я достаточно много езжу, но я практически ничего не снимаю, ничего не рассказываю о том, что я вижу, хотя много всего удивительного в целом я вижу. Но мне очень тяжело, честно говоря, вести. Я не такой, возможно, эмоциональный человек, как вот, знаете, многие travel-блогеры, где они там удивляются всему. У меня нет таких удивлений. Просто, ну, окей, здесь устроено так. Да, здесь устроено так. Я понимаю, что отличается, допустим, от того, что как там живем мы, например, или там живем в другой стране и так далее. Тем не менее, я думаю о том, чтобы завести все-таки travel-блог и завести его на английском языке. Это в том числе будет для меня доп. Практика общения на английском языке, которого мне не очень хватает, учитывая, что в Турции вообще никто не рассказывает на английском языке. И это прям очень большая проблема, сложность. А так у меня была бы практика и общения на английском языке, то есть ведение канала на английском языке, и дополнительный мой интерес, да, что мой основной интерес, один из основных интересов – это путешествия. И я бы хотела больше посвятить время путешествиям и снимать проект. Я знаю, что travel-блоги – это огромная работа. Это намного тяжелее, на самом деле, чем вести блог, вот как я веду, да, для преподавателей. Во-первых, для преподавателей почему мне легко его вести? Потому что у меня реально большая компетенция. Мне несложно продумать видео. У меня большой опыт преподавания, большая методическая база и так далее. Поэтому мне это дается легко, так как я эксперт в этом. И плюс это, по сути, говорящая голова, да, то есть я сажусь, я записываю видео. Что касается travel, здесь уже все намного сложнее. То есть нужно продумать сценарий, что ты будешь рассказывать, да, записывать себя там в кадре. Потом это все очень тяжело монтировать. Как-то мы уже пытались снять какое-то видео в прошлом году про Турцию. Ничего не получилось, потому что это просто, не знаю, огромные часы работы и очень тяжелый монтаж. То есть нужно отдавать либо монтажеру, либо самостоятельно это просто нереально все смонтировать. В общем, очень тяжело. И я надеюсь, что я все-таки начну это делать. Я даже здесь, да, вам открыто заявляю, потому что надеюсь, что меня это смотивирует, что я уже сказала, прилюдно, что я хочу это сделать. Иначе это нужно делать уже, чтобы не отступиться от этого. Понятно, что я могла бы вести блог на английском языке про учительство, но опять-таки я об этом думала. И у меня даже есть канал, да, на английском языке, который я забросила, не веду, хотя могла бы дальше его развивать. Я просто не представляю снова. У меня будет просто 100% выгорание от преподавания и в целом от английского языка, да, вот все, что связано с преподаванием, потому что это слишком много часов, посвященных вот этой деятельности. Одно дело, да, там я веду YouTube-канал, ну и вообще много соцсетей, это много и так часов работы, плюс там курсы, записи и так далее. Это все про английский язык и про преподавание. А еще вести блог про английский язык. Я, у меня просто сил уже больше не будет. Я 100% выгорел и скажу, все, друзья, до свидания. Я вообще закрываю все и начинаю, не знаю, делать что-то другое абсолютно. В общем, поэтому я решила, что нужно... Я понимаю, что у меня есть, в принципе, энергия, куда я хочу потратить ее еще, да, на введение каких-то дополнительных блогов, возможно, да, именно видео, потому что мне нравится именно видеоформат. Но я не могу уже посвящать это больше преподаванию. То есть дополнительно. Естественно, я буду дальше вести свой канал, буду дальше его развивать. У меня большие цели на следующий год по развитию YouTube-канала и в целом видео, да, по преподаванию. Но я хочу что-то еще, не связанное с этой темой. Поэтому, возможно, это будет travel, и я надеюсь, что я все-таки решусь. Но это прям большая работа, поэтому не знаю, сколько я смогу это совместить со всем тем, что я себе просто писала, потому что у меня там много всего. Вот. Ну и в целом, наверное... А, вот еще, да, наверное, еще из одной цели, что я себе написала, это то, что я хочу... В этом году я проводила уже несколько тренингов для школ, и я бы хотела, наверное, больше проводить тренингов для школ. То есть это могут быть оффлайн, либо онлайн тренинги для студии английского языка, школы, где нужно обучать преподавателей, именно под вот эту вот школу. То есть мне вот этот формат понравился. Он такой личный получается. Я просматриваю уроки, даю обратную связь, плюс провожу тренинг на основании этих уроков для школ. Возможно, бы я хотела тоже больше в эту сферу углубиться и работать со школами, да, не только с отдельными преподавателями, но еще со школами. Это как вот один из вариантов такого моего развития дальнейшего. Не знаю, насколько получится увеличить количество, именно тренингов проводимых, потому что это все-таки тоже мои личные часы на подготовку, на просмотр, на проведение тренинга. Это большая очень работа. И насколько у меня будет хватать на все энергии. Но это так, в моем идеальном мире, в моей идеальной картинке, что можно было бы делать. Вот. Наверное, основное я все сказала. Что хотела сказать, да, поделилась с вами, что было у вас в третьем году, что он был, естественно, непростой с точки зрения своих решений, но он был для меня, по крайней мере, меняющим мое сознание того, чем я хочу заниматься, да, и что я хочу. В целом я учусь лучше себя слышать и слушать. И вам тоже в Новый год желаю больше уделять времени себе, больше заниматься рефлексией, да, стараться слышать себя, чувствовать себя, что вам хочется. И чтобы ваши истинные желания, да, не навязанные обществе, не навязанные там соцсетями, да, соцсети на нас очень сильно влияют. Я это по себе знаю. У меня очень часто выгорание именно от того, что я смотрю соцсети и потом говорю себе, что я просто бездарный человек, что-то в этом роде. Я вам желаю, чтобы осуществлялись именно ваши личные желания, которые вам приносят энергию, которые вас заряжают и которые вас приводят к тому, что вы живете полной жизнью. Именно ваши личные желания и ваши личные мечты, чтобы они осуществлялись в следующем году. Но для того, чтобы они осуществлялись, естественно, они не осуществлялись просто так, да. Я желаю вам побольше уделить времени себе, да, подумать, чего вы на самом деле хотите, пройти там различное обучение, пройти там общение, да, комьюнити и так далее, и почувствовать, что нужно именно вам. И это, наверное, мое основное пожелание. Оставаться собой, оставаться верным себе, заботиться о себе и быть к себе добрыми, но не только добрыми, но еще и относиться к себе с пониманием, да, не терроризировать себя, что я должен то, я должен то, я должен то, а относиться к себе с пониманием и знать, что то, что я делаю сейчас, это уже достаточно. Я сразу вспомнила фильм «Барби», да, где там было «can enough», «can enough», да, вот я всем нам желаю оставаться для себя и нам, чтобы мы были для себя достаточными, такими, какими мы есть, ну, естественно, с развитием того, чего мы хотим, да, наших желаний, наших мечтаний. Вот так вот, увидимся с вами уже в следующем году. В этом году это последний прямой эфир. Желаю всем хорошо отдохнуть, провести активно праздники, каникулы и приступить к работе уже заряженными, да, энергичными и готовыми дальше работать в направлении своей мечты и своих желаний. Увидимся с вами в 2024. Всем хороших праздников. До встречи. Пока-пока.